Всем привет, с вами JBJ и я также продолжаю проходить игру времена раздора. И сегодня у нас уже будет пятая часть нашего прохождения по фанкарте провинция Фреймбург, сделанная Французой Зерцаловым. Ссылочка на него есть в описании к этому видео. А также, если вы хотите скачать сам мод или карту, заходите в группу ВКонтакте, ссылочка есть в описании. И в соответствующей теме вы обнаружите все вас интересующее. Также хотел передать привет Вере Новак, Алижан Теисову, Дезмонту Икс, Аламуриту, Савелью Полякову и Шарку. Ну, продолжим. С чего мы там заканчивали. А именно мы все-таки смогли победить Джо. И теперь мы должны направиться к отцу и сказать о своем триумфе. Вот так вот мы направляемся. Домой. Но перед этим, я думаю, все-таки стоит, наверное, в замке оставить всю свою армию, потому как она очень много что-то просит выплаты. Я смотрю в последнее время. Там аж, представляете, один пикинер 200 золотых монет просит. Да, даже конный сержант просит меньше. Так, и так. Все у нас есть в наличии. Пройдемте еще, наверное, сюда. Поднаберем денег немножечко. Да, в таверне что-то сегодня тихо. И вот в этой деревне, я тоже думаю, стоит зайти к ним. Может, еще зайдем к отшельнику. Что у него тут есть? Но все равно у него очень дорого тут. Но серебряное колечко по сравнению с Джо стоит в два раза меньше, мне кажется. Что-то, стоит задуматься даже, наверное, над покупкой у отшельника, я думаю. Так. После долгих поисков вам так и не удалось найти отца в его палате. Расспросив прислугу, оказалось, что его величество отправилось на охоту и вернется в свой замок только через несколько дней. Придется немного прогуляться по окрестностям и надеяться на скорое возвращение отца. Хорошо, этим мы и займемся. Ох, здесь есть посох архимага. Интересно, он получше или похуже? Сила магии 20%, считайте. Учитывая, что у него там 38 силы магии, то это где-то около шестер или семеры. Думаю, стоит, наверное, прикупить. Только сначала речебное зелье закуплю. И возьму посох архимага. Хорошо. Так же, думаю, тут кинжал, женец уже не нужен, в принципе. Так, так, так. Восточный шлем. Для этого он особо уже не пригодится. Клинок императора, наверное, тоже продадим уже. Ну, не знаю. Мне кажется, все-таки арбалет сияния, наверное, будет поприемлемее, что ли. И так, образовалась еще одна накладочка. Так что... Пришлось перезаходить. Так, помните, вы еще говорили, что мы говорили о том, что здесь где-то у поваленного дерева есть клад. Оказалось, что клад не вот здесь. Оказывается, вот этого дерева должно быть. И само оно оказывает на изголубую ель. Поэтому надо отправляться, оказывается, вот сюда. Мы получили меч грома, кольчугу и кольцо воина. Он был прямо в сухих ветках ель. Вам удалось вынуть оттуда весьма увеситься сундук. И теперь понятно, почему крестьянин не нашел его. Вот оно, как называется. Посох ямага я также купил. Сейчас мы ему отдадим. И тот посох, наверное, все-таки мы продадим. Пока отца нету, я думаю, пройтись, наверное, чуть-чуть на север. Северо-восток. Думаю, там мы все-таки захватим уже эту чертову башню. Нет, что-то не особо хочется. И давайте на всякий случай сохранимся. Мало ли, как говорится. Сейчас возьмем всех своих соратников. И отправимся на захват чертовой башни. Также. Думаю, щит викинга лучше уже убрать, наверное. И отдать ему все-таки эту самую кольчугу. Так. Думаю, ему уже восточный шлем не нужен. И вообще у него, мне кажется, шлем пехотинца, если так подумать. Вот он, самый. 232 хп. Ох, какой танк теперь у нас является. Каким танком? Плюс еще у него очень много. Еще и с этим очень много еще и атаки. А-а-а, нельзя, оказывается, брать эту вещь. Ах, жалко какая. Посмотрите, сила магии всего лишь плюс 5. А там мне дается 6. Хотя, не особо мы и проигрываем, если так подумать. Так. Если, конечно, она умеет пользоваться. Да, она еще... О, ну все. Тогда отдадим лучше, наверное, волшебниц. Тоже, в принципе, хороший компромисс. Также, думаю, можно шлем пехотинца уже убирать у пикинера. И дать ему что-то стоящее. Не знаю. Хотя бы тот же самый восточный шлем. Мне кажется, будет очень даже нормальный ему. А-а-а. Так. Ага. Ну, в принципе, все. Думаю, можно идти. Так же, думаю, можем потом Ильича, в принципе, с вот этими культистами оприходовать. Но пока, думаю, лучше стоит захватить чертову башню. Вы задумались, а может быть, сейчас король уже вернулся в столицу? Ну, хорошо. Сейчас мы только чертову башню захватим. И сразу же пойдем к отцу. Уже минус 600 у нас произошло золотых монет. Не очень уже это меня радует. Сразу же убьем живодера. Так, кость с ним коменданта. Ну и бандита давайте. Он уже третьего левела смотрю. Хорошо, что у коменданта нет никакого иммунитета к магии. Поэтому мы его быстро смогли все-таки загасить. И все. Чертова башня теперь является нашей собственностью. И теперь можем идти к отцу. Но сначала все-таки дайте-ка я, наверное, сохранюсь еще. Потому что, боюсь, что вылетов очень много было в последнее время. И самый главный произошел именно тогда, когда я записал уже почти пятую часть. Скажу вам секретом. В столице вы принялись расспрашивать сразу об отце. Но они лишь пожали плечами. Отец уже должен был сидеть в своей палате. Хотяв уже выходить из столицы, вы вспомнили, как несколько странных людей в архаичных нарядах тащили за собой большую тележку с каким-то грузом по пути в порт. Не мешало бы проверить там обстановку и порыбачить в ожидании отца. Ну да, что правда, то правда. Да, жалко, пока нет сияния. Ну, арбалета сияния. И давайте, наверное, пройдемся к настоятелю. Я хочу там прикупить одно заклинание. А именно ангельскую опеку. Так, в порту все было, как обычно, пусто и прохладно. Но неожиданно вы встретили человека, который странно подмигивал, будто зазывая вас к себе. Здравствуй, Джебеджей. Ты, возможно, знаешь меня, так как именно ты расспрашивал о своем отце в городской таверне. Я могу тебе помочь в его поиске за скромные вознаграждения в размере 500 золотых монет. Ты согласен? Ну, давайте, конечно. Это верное решение. А теперь слушайте. Дело в том, что в прошлом я был феодалом при короле Августе 4, но по какой-то причине он меня объявил изменником государства и объявил вне закона. Теперь же мне суждено все это время скрываться в одной из бандитских шаек под предводительством Джо. Но даже там мне не нашлось места, так как его друзья вместе с ним решились по какой-то причине избавиться от меня. Я успел ускользнуть от них, но в потемках я услышал и еще об одном их плане. И именно король был для них следующей целью. Если бы не та таверна, то я бы так и отправился в порт раньше времени и уплыл отсюда в другие земли. Но, видимо, это судьба. И мне придется помочь тебе спасти твоего отца. Недавно я видел странных людей, которые отплыли в сторону недостоверного, а не достроенного южного моста. Нам нужно спешить, иначе мы так и потеряем их след и больше не сможем ничего сделать. Кстати, меня зовут Альберт. Все, понял тебя, Альберт, хорошо. Давайте наймем корабль и отправимся спасать отца. Да, тот самый торговец, которого мы спасли. Вот вы и на месте, но никаких кораблей здесь поблизости нет. Через какое-то время сзади расслышался хохот знакомого вам Альберта. Ахахахаха, хахахаха, хахахаха, идиот, как же ты мог поверить во всю эту чепуху? Какой же ты недоумок. Я даже не знал, что это будет так просто. Вашего отца уже давно убили и сбросили в воду мои приспешники, так что... И в этот момент вам подошел вооруженный отряд из-под моста. Как раз вовремя, убейте его. Да, подло было, конечно, с его стороны это сделать, но надо отомстить ему за отца. Так, и... Посмотрим, скорее всего, давайте ему дадим. Надо в первую очередь, конечно, убить лесного бандита. А также коснуть, наверное, злодея. Не дать... Походить, конечно же, атаману и наемнику. Кстати, наемник. Новый персонаж. Наемник. Это профессиональный воин, который знает свое дело и не задает лишних вопросов. На него всегда можно положиться. По году вы оплачиваете его услуги. Не пытайтесь он его обмануть. Ну, хорошо. Так, минус 35. Ну, давайте тогда уже его. Ну, и его код с ним. Да, видно, что они уже не осиливают никак мою армию. Выбили мы меч осторожности. И последний, и в то же время умирающий солдат из засады что-то хотел вам сказать. Нашему предводителю уже ничего не помешает стать королем этой провинции. Ты уже не в состоянии что-либо поделать. После его предсмертной речи он вытянул записку, на ней было написано. Он клюнул, а это значит, что вы отца уже успели принести в жертву на алтаре. А вы идите к мосту и ожидайте на него. А на месте моего сигнала, а затем убейте его. После этого вам предстоит отправиться в столицу и доложить о выполнении приказа. А. Что значит Альберт, предатель. У вас теперь две цели. Первая, найти алтарь и упокоить душу отца. Вторая, отомстить Альберту за все его делишки ценой его же крови. Ну хорошо. Конечно, мы же должны отомстить за отца. Так, но перед этим я все-таки еще раз сохранюсь, поэтому боюсь вылета. Это было ужасное зрелище. Везде были разбросаны человеческие кости. А также посреди них стоял главный алтарь. Его украшали останки вашего отца. Ваши глаза налились яростью. Оккультисты на это и рассчитывали, вооружившись своими кривыми клинками. Ух, какая тут свора, я бы сказал. Ну давайте тогда. Ну да, лучше, наверное, дать следопыту. Так, он хотя бы убьет одного. Кстати, лучше было бы это Елисиар, что-то я не подумал. Ну ладно. Вау, там еще и культист, оказывается, седьмого левела. Не, ребят, я что-то не особо хочу все это. Столько потери, блин. Мне и так очень мало голды, я бы сказал. Золотых монет. Ой. Ну ладно. Давайте еще раз это загрузимся. Когда мы еще не подходили. Так. Тогда что? Давайте, наверное, сразу до Елисиарху убьем. Раз уже есть второй шанс. И... О, еще четвертый левел культист, оказывается, есть у нас тут. Также дьяволиста можем, в принципе. Или лучше решим. Ну давайте четвертый левел тоже культистом. Есть еще один. Да, атака они уже будут поменьше. И... Так. Ну почти мы их убили. Осталось только немножечко полечить. И добить оставшихся в отряде культистов. Культисты убиты, а тело вашего отца нужно похоронить со всеми почестями в главной часовне этой провинции. И только после этого можно будет уже заглянуть в столицу. Хорошо. Вас понял. Идемте тогда. Часовню. Вот и закончились похороны вашего отца. Вы чувствуете прилив сил и уверенность в том, что вы встретите в завтрашний день. Столица ждет своего освобождения. Вау. Что они нам, интересно, там дали-то? Так. Кстати, можно, в принципе, наверное, святые щетки купить. И убрать уже этот крестик. Если честно. А лучше вообще знак архимага. Было бы вообще, наверное, классно. Давайте щит вигинга. Меч-женец. Святой крестик, скорее всего. Давайте маленький мешочек еще, наверное, продадим. Шлем пехотинца, восточный шлем, шлем. Ну, большой мешок есть еще. Тоже, наверное, его продадим. Если очень сильно приспичит. Так. Ну, в принципе, все. Мы должны идти. Но перед этим еще раз все-таки мы сохранимся. Подойдя слишком близко к столице, вас спустили в стрелу. Это уже было неудивительно. В дополнение ко всему этому, защитники стены выкрикнули о готовности к бою. Без кровопролития сегодня не обойдется. Вау. Тяжелый арбалетчик. Особенно при успешных своих навыках стрельбы, арбалетчик получает лучшую пикировку. А также огромный щит, который называется Павизу. Павиза, да? Хорошо. Так. Ну и так, давайте. Да, смотрите, прям еще и проникающий удар. По-любому они любого могут убить. Кроме как конного сержанта, наверное. Даже если вы им захотят. Они там где-то, наверное, меньше половины только от него отскрестят. Так. Ну, тут нет. Тут я не убью, скорее всего. Нужно все-таки добивать, наверное, первый ряд. Наверное, гвардейца давайте убьем. Так. И тут еще и пикинер, да? Ну, давайте на пикинера. Или тяжелых арбалетчиков лучше. Так. Так. Ну, дело за малым осталось. Осталось. Ну и последние алибордисты все-таки уходят в закат. И мы побеждаем. Сража оказалась и вовсе не стражей, так как на них не было соответствующих жетонов. Это куда более интересно, но медлить нельзя. Наверняка Алиберт уже ожидает вас в замке. Вы зашли в бывший замок вашего отца и застали убийца в комнате. Алиберт вынул свой острый меч и выкликнул. А я знал, что ты не так прост, как кажется. Ну что ж, я принимаю бой. После этого в комнату вбежали его воины и завязалась резня. Ох, странствующий рыцарь. Кстати, он именно тот, который с этого, с превью всех видео по провинции Фреймбург. Безземельный рыцарь вышел на большую дорогу странствий, чтобы сыскать на ней еще несовершенные подвиги. Хорошо, тогда приступим. В принципе, егеря, я кажется, убиваю. Четыре присеста. И остается только... Не, ну там Алиберт хорошо так защищен, я бы сказал. Давайте лучше на Атамана выстрелим. Так, так, и так, я думаю. Ну, у Альберта, конечно, ему терп магии есть, но не настолько много. Всего лишь 10%. И мы его легко убиваем. Ну, думаю, ассасины нам не особо много вреда нанесут. Учитывая то, что мы уже опрокинули практически всех. И вся. И осталось только вот этого бедного ассасина добить. Да, мы все-таки получили шлем победителя, все его трофеи и деньги. Боги были явно на вашей стороне в этот день. Вы взяли меч поверженного предводителя и разглядели на нем гравировку. Как не увидели, там было написано Альберт. Но рано или поздно здесь придется разгребать этот мусор. Так что лучше не медлить и очистить столицу от этого отребья. Хорошо. Мы все-таки это сделали. Отомстили за своего отца. И разобрались со смутой, которая могла бы здесь начаться бы. Так что это хорошо. Так, я думаю, лучше епископа сделать. И теперь у него, да, иммунитет магии 99%. А, нет, ну это санглоскопекой, ладно. Тогда пока что это... Пожди временно. Посмотрим. Вот я теперь думаю, шлем победителя бы кому-то и рядать. В принципе, можно Лекури, наверное, дать. Чтобы не упомянуть, это было зашибись. И думаю, стоит, наверное, дать мечнику уже вместо этого полученного шлема пехотинца щит грифона. Так, я думаю, так же меч рыцаря можно тоже кому-то отдать, в принципе. Ну, можно дать кирасиру. Так, так, так. Хотя, что он там дает? Он инициативу уже дает, да? Можем, в принципе, отдать и бикинеру. Хотя не особо не нужно. Он просто должен принимать удары на себя. Так как защиты у него много. И плюс у него контрудар. Писаж, отвечает ударом на удар противника. Надо, кстати, посмотреть эту механику. К сожалению, пока на него не было особо покушения, я бы сказал. А также, давайте, наверное, уже заменим походный колчан на арбалет охотник. У нас будет уже проникающий удар. Жалко, что атаки у нас будет поменее, но ничего страшного. Я думаю, мы сможем потом решить эту и эту проблему тоже. Опа! Была еще одна накладочка. Ну, я думаю, на этом стоит уже закончить. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok